Йоу, гэнгстеры! Сегодня на повесточке дня тема весьма деликатная, слегка ванильная и не менее важная. Отношения, любовь и разочарование, которое ждёт вас в случае, когда она тебе скажет «Ой, да ну нахуй, давай останется друзьями, к серьёзным отношениям я чё, не готова. Ну вроде нормально же общались». Короче, наверное, вас интересует, почему слабая половина так часто не желает отвечать вам взаимностью на предложение руки, любви, сердца и даже бутылки сидора с корицей. Вот сегодня об этом с вами и поговорим. Сегодня максимально сжатый отрезок времени, я постараюсь подробно разжевать данную ситуацию и надеюсь, что этот ролик будет для вас полезным и типа поучительным. Что-что? Что говоришь? А, видосики грустными стали, да? Ну это всё от того, что лайков маловато, бояре. Следующий видосик про школьные пакости, говоришь? А, ну вообще ты знаешь, что делать дать. Воу-воу, воу-воу, а сегодня тут у нас War Thunder, эпичные сражения на танках и самолётах, отличная оптимизация даже для слабых ПК. А при регистрации по ссылке в описании получи подарок для хорошего старта. Вопрос, почему девахи отшивают, раскрою в конце ролика, ведь для начала нам нужно понимать хоть её мысли и предпочтения, а потом задавать вопрос, почему, сука, так происходит. Так вот, в большом процентном соотношении современные девчули, прежде чем выбирать себе лучшего кандидата на роль второй половины, финансового гаранта, потенциального снабдителя, кормителя-поителя и, в конце концов, потенциального самса, руководствуются корыстными убеждениями касательно вашего положения и состояния. Проще говоря, смотря на тебя как на перспективного парня, она в первую очередь видит будущие гарантии для собственного блага и перспективы. Как бы грубо это ни звучало, но даже я, отчасти во многом при выборе девахи, для отношений всегда руководствовался наличием серого вещества в её черепной коробке, развитого чувства юмора и, конечно же, внешние данные. Ведь не особо хочется заводить отношения с той, кто тебе не совсем подходит. Так же и девушке при выборе парней. Если вдруг по каким-то её внутренним критериям ты не соответствуешь её представлениям, ей проще сказать тебе «адьёс, детка», или «давай останемся друзьями», чем иметь с тобой отношение и ходить на сторону в поисках более подходящего кандидата. Сечёшь? И ты знаешь, когда она говорит тебе «давай останемся друзьями», это один из лучших безболезненных способов свести отношения на нет. Я, как человек, побывавший в такой ситуации, скажу, что этот поступок достоин уважения и почтения, ибо в противном случае происходит иное. Девушка не видит перспектив для взаимных отношений, но всё-таки продолжает встречаться с тобой из-за чувства вины, жалости или попросту от того, что не смогла пока найти более подходящего кандидата. И тут часики дают обратный отсчёт. И как только чувство вины угасает, к примеру, под воздействием её окружения, жалость переходит в сожаление, к твоей жалкой личности, а тут как раз и новенький парнишка встречается на её пути, который, по её предположениям, очень даже может ей подойти. По крайней мере, больше, чем ты. И вот тут разрыв ваших отношений будет более болезненным и неприятным, оставившим негативные ассоциации в жизни каждого из вас. А ведь проблема во многом кроется в том, что не каждая может напрямую сказать о том, что её не устраивает. И, соответственно, не каждый для себя может принять то, что от него требует. Короче, замкнутый цикл, когда отношения заходят в тупик, их проще разорвать, чем пытаться что-то по-новому построить. По данному убеждению живут нынче многие, ведь зачем пытаться и стараться, ведь проще сразу же расстаться. Добавив к этому убеждению кучу информационных источников, откуда девушки черпают так называемый опыт и знания, всё играет не в их сторону. Ведь на стадии отношений, когда она соглашается стать вашей второй половиной, в её голове формируется мысль, что, мол, вот, теперь я чуть ли не его собственность, а это, блядь, обязанности в моей Т-16, даже менее того, это постоянные компромиссы, договорённости. А как сказал бы Патя Букава, «Та нахуй нам и не надо!» И во многом согласитесь, но они правы. А более того, когда отношения доходят к постели, тут вообще творится полный ад. Ведь вы вроде уже не первый день вместе, ты сунул свой конец, у тебя капнула, она беременна, всё, пиздец. Весь груз упадёт на неё, в случае, когда ты, мелкий 16-летний пиздюк, не в состоянии будешь обеспечить ни её, ни вашего ребёнка. Воплотить в жизнь её величайшие амбиции, о которых теперь с грузиком на руках, можно и призабыть. Да ещё и не факт, что ты вообще с ней останешься после всей этой кучи проблем и забот. Вот о чём они думают, вот о чём они беспокоятся. Отношения – это гигантский сука-труд, который обременяет их и заставляет иногда делать что-либо против их воли. А к тому же, приняв во внимание, к примеру, её семейное положение, где её папка мутозит мамку за малейший косяк, она опять вспоминает фразу Петти Буккала и говорит сама себе. «Да наху его нам и не надо!» А ведь поставив себя на её место, ты не можешь быть уверен ни в чём, согласись. Вот от того нынче попытки начать серьёзные отношения заканчиваются тем, о чём я так подробно сегодня рассказал. А вообще, по правде скажу, что любые отношения всегда требуют огроменного труда, как со стороны девушки, так и со стороны парня. Ибо в противном случае без труда не вытянешь рыбку из пруда. Оу, напоследующих не забудь про ссылочку в описании, регистрируясь по которой вас ждёт подарок для бодрого старта и, конечно же, возможность сразиться со мной в сходке на стриме. А по вопросу девах и их коронной фразы, надеюсь, всё доступно сегодня пояснил. Конечно, если остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. На самые серьёзные я обязательно отвечу и по возможности дополню этот ролик. А я желаю вам всех благ и до скорого!